Девушки отдыхают Если вы проявите достаточное количество терпения, кодекс войны раскроет свою нешуточную глубину Аларм for Cobra 11, Crash Time Перед нами крепко сбитая проходная игра Это, конечно, не Lada Racing Club, но и до славы Need for Speed ей еще далеко City Life 2008 Edition Игра все так же не покажет никаких откровений Это скорее дом, нежели полноценная новая версия Алоха! Братья мои геймеры! С вами снова Фак И я, Андрей Воробей Фак — это компас в мире компьютерных игр Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии И услышите ответы на вопросы по прохождению Итак, переходим к делу Физический процессор PhysX постепенно-постепенно входит в свои права Лучшее тому доказательство появления игр, где физика — не просто дополнительная опция А основная фишка игрового процесса Одним из таких проектов является игра Warmonger Operation Downtown Destruction О которой мы расскажем прямо сейчас Итак, встречайте, корпоративные войны будущего в обертке PhysX И ставшего уже легендарным движка Unreal Engine 3 Сюжет Warmonger Operation Downtown Destruction за Ежиндадыр Нас переносят в 2029 год И окунают головой в очередную версию апокалипсиса В этот раз в исполнении студии NetDevil На земле развернулась крупномасштабная война за обладание остатками иранской нефти Где-то мы все это уже слышали, да? Ну да ладно, почему бы не разыграть этот сценарий конца света еще раз? К тому же здесь он нам подается с десертом В виде полностью разрушаемого окружения В этой игре это не просто рекламный слоган А самое, что ни на есть суровая действительность Минимальные системные требования игры таковы Core 2 Duo на частоте 2.13 ГГц 2 гигабайта оперативки 512 мегабайт видео И 2 гигабайта на винчестере Физический ускоритель приветствуется Геймплей игры заточен исключительно под сетевые баталии Судите сами В игре всего одна тренировочная миссия После прохождения которой вам предлагается выбрать любой из многочисленных серверов в сети И предаться уничтожению себе подобных Походу превращая в месиво игровые карты Скажем, на крыше здания засел снайпер Вы можете, конечно, пытаться его убить Но если игрок опытен, то вы даже не поймете откуда прилетела пуля А знаете только примерное расположение этого почтальона смерти Упростим задачу У вас в руках появился гранатомет И вы без раздумий пускаете его в ход Обрушая целиком все здание Под обломками которого гибнет заодно нерадивый стрелок 5 баллов за геймплей Без вариантов График игры находится на острие научно-технического прогресса В основу положен лицензированный движок Unreal Engine За физику отвечает икона сегодняшнего дня PhysX А задачи по имитации движения жидкости и тканей Возложены на плечи Lidar Services В результате этого тройственного союза Под управлением NetDevil Мы имеем самый технологичный шутер на данный момент 5 баллов за графическое наполнение Со звуком у игры полный порядок Поле боя грохочет на несколько звуковых каналов При использовании системы 5.1 Ваши соседи могут серьезно подумать Что началась третья мировая война Наша общая оценка звучания игры 5 баллов Если год назад мы наблюдали разрушение зданий По рельсовым скриптам И можно было сверять часы по падению кирпичей То сейчас нам предлагается самостоятельно поучаствовать В процессе терраформинга игрового поля Это огромный шаг вперед Наша общая оценка игры 5 баллов Ну что же Студия NetDevil взяла самое лучшее из того Что существует в технической базе Игростроения на данный момент Прикрутила к этому нехитрый сюжет И выдала на гора полноценный NextGen шутер от первого лица Не лишним будет заметить Что при всех своих заслугах Ребята не вышли в коммерческий сектор И игра распространяется в сети Абсолютно бесплатно Безусловно Это достойно только оваций А теперь наши ответы На ваши вопросы по игре Первый вопрос В игре всего 5 игровых карт Планируется ли расширение этого списка? Отвечаем Да И запятая в названии игры Выглядит в свете этого вопроса Вполне однозначно Operation Downtown Destruction Всего лишь первый эпизод Вормонгер Следующий вопрос Является ли наличие физического ускорителя Физикс необходимым условием для игры? Отвечаем Нет, игра пойдет и на машинах Где этого девайса нет Однако не стоит забывать Что проект Вормонгер Основной своей целью Ставит полную демонстрацию возможностей Этой технологии Следующий вопрос Какие игровые режимы присутствуют в игре? Отвечаем Пока что доступно только два Первый это Capture and Hold Так называемый царь горы И второй Team Destmatch Оба этих режима знакомы нам по Unreal Tournament 3 Следующий вопрос Можно ли Вормонгер самостоятельно клепать игровые карты? Отвечаем Нет Мэп-эдитора в комплекте поставки игры нет Это связано главным образом с тем Что уровни достаточно сложны В плане взаимодействия объектов И что также немаловажно NetDevil достаточно амбициозная контора Они здраво рассуждают Что фриварности игры на данный момент Вполне достаточно для успеха и популярности в народе Пошаговый гексагональный варгейм Это забавное словосочетание на коробке с игрой Кодекс войны У неподготовленного геймера может вызвать приступ Сильной головной боли с последующим бегством из магазина На самом же деле ничего страшного тут нет У разработчиков получилась очень уютная, милая и приятная игра Которая сначала манит своими сочными пейзажами А затем намертво впивается в вас Увлекательнейшим игровым процессом Кодекс войны на западе известный как Fantasy Wars Детище повальной моды на ролевые пошаговые стратегии В стиле фэнтези Герои людей, орков и эльфов в пошаговом режиме Путешествуют со своей армией По сочным полям и висям Находят артефакты Захватывают города Нанимают новые отряды И улучшают старые При этом все юниты обладают ролевыми характеристиками Здесь нет строительства в городах А глобальная карта и поле боя представляют единое, неделимое целое Отряды в пошаговом режиме перемещаются по расчерченной аккуратными шестиугольниками Те самые гексы местности Одновременно здесь же герои встречают квестовых персонажей И выполняют задания Управлять непосредственно бойцами во время сражения нельзя Отдав приказ атаковать, игрок в реальном времени отстраненно наблюдает за результатом Рекомендованные системные требования Процесс с частотой 2 ГГц Гигабайт оперативной и 128 ГБ видеопамяти На жестком диске кодекс войны займет 3 ГБ Геймплей непрерывно держит напряжение Прежде всего потому, что движение в кодексе войны это жизнь Как таковой экономической системы в игре нет Захватывая город, вы получаете небольшой денежный приз Позволяющий восполнить потери и купить пару новых отрядов Тщательно продумывать стратегию и беречь буквально каждый отряд 5 баллов за геймплей С высоты птичьего полета игра напоминает Fantasy Generals А спустившись ниже, можно обнаружить картинку Которая в равных пропорциях берет от пятых героев и Warcraft 3 Но главная цель, которую преследовали авторы Наглядность достигнута А вот с анимацией все не так гладко До мировых стандартов она явно не дотягивает Четверка за внешний вид Мир кодекса войны прописан очень тщательно Перед нами полноценная вселенная со своей мифологией и историей Она насыщена интригами и множеством ярких персонажей Каждый из которых очень грамотно озвучен Пятерка за звуковое оформление Если вы проявите достаточное количество терпения Кодекс войны раскроет свою нешуточную глубину Кусочек властелина колец Фрагмент фэнтези дженерал Щепотка Warcraft Игра очень ловко собрана из кучи удачных идей Кодекс войны сегодня получает заслуженную пятерку Достоинства кодекса войны раскрываются не сразу Он начинается как очередная фэнтези стратегия Но вот сюжет постепенно раскрывает свои секреты Мелкие стычки перерастают в эпические баталии Напряжение с каждой битвы увеличивается В общем, пословица о том, что русский человек Долго запрягает, но быстро едет Оказалась применима к игре от краснодарской компании Inoko А теперь ваши вопросы и наши ответы Вопрос Как можно заранее предсказать исход битвы И какие факторы влияют на силу бойцов? Ответ Перед атакой всегда можно посмотреть прогноз приблизительного урона Но прогноз-то именно, что приблизительный На итоговый результат влияет множество факторов От всевозможных навыков отряда и бонусов до ландшафта Вопрос Имеет ли значение количество ходов, затраченное героем для победы? Ответ Да, вы можете получить золотую или серебряную победу Награды дают лишь в том случае, если задание выполнено за определенное число ходов Успех сулит ценные бонусы в виде новых отрядов и денег А этих вещей в игре постоянно не хватает Смотрите во второй части программы Alarm for Cobra 11 Crash Time Перед нами крепко сбитая проходная игра Это, конечно, не Lada Racing Club Но и до славы Need for Speed ей еще далеко City Life 2008 Edition Игра все так же не покажет никаких откровений Это скорее дом, нежели полноценная новая версия Смотрите во второй части программы City Life 2008 Edition Игра все так же не покажет никаких откровений Это скорее дом, нежели полноценная новая версия Alarm for Cobra 11 Crash Time Перед нами крепко сбитая проходная игра Это, конечно, не Lada Racing Club Но и до славы Need for Speed ей еще далеко Уже больше года назад появилась игра City Life И появилась она сразу между двух огней Потому что сравнивали ее сразу с двумя играми Зарекомендовавшими себя серией SimCity И относительно свежей разработкой Tycoon City New York Так вот, City Life действительно получилась эдаким середнячком Не такой глубокой, как SimCity И не шибко красивой, как Tycoon City А что приготовили разработчики в новой версии игры City Life 2008 Edition Сейчас узнаете Но на многое не рассчитывайте City Life обладает вполне разумной классовой концепцией Тут все городские жители условно разбиты на социальные категории Градация, согласно официальному отечественному переводу Предлагается следующее Элита, белые воротнички, интеллигенция, синие воротнички и беднота Понятное дело, что мечта любого мэра состоит в том, чтобы заселить свой город элитой и бизнесменами Отчего налоговая касса немедленно наполнится до краев Но у каждой социальной фракции имеются свои требования к окружающей действительности Интеллигенты отказываются жить в трущобах Элита требует роскошные бутики через каждые два метра Словом, представители различных классов друг друга не любят Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 128 видео, а также 2 ГБ на жестком диске В отличие от вполне себе оригинальной Тайкун-Сити Нью-Йорк Сити Лайф – классический градостроительный симулятор Задачи привычны Вам надо возвести город-сад Поборов строптивый ландшафт и расправившись с экономическими неурядицами Получилось? Тогда держите медальки-награды, которые открывают путь к еще более сложным картам Вот вам и нечто вроде компании Мало того, со временем Сити Лайф из симулятора мэра превращается в симулятор какого-то городского завхоза Каждое конкретное задание требует вашего личного контроля Городская казна и мэр лично отчего-то несут связанные с не муниципальными строениями расходы Три балла за геймплей Визуально Сити Лайф выглядит прилежным троечником задней парты По три модели на каждый тип здания Однояйцевые жители-близнецы на улицах и мутноватые текстурки при максимальном приближении Если не приглядываться, смотрится почти как Сим Сити, только с некрасивым интерфейсом Три балла за внешний вид Такая же история и со звуком Хотя спецэффектов вполне достаточно и музычка приятная Но все равно ничего оригинального Четыре балла за звук Играть трудно лишь поначалу, то есть аккурат до того момента, пока не разберешься с управлением Пробки на дорогах почти не беспокоят Недовольные жители никуда из города не уезжают Красота! Наша общая оценка игры в три балла В общем, ничего супероригинального в новой версии мы не увидим Несколько десятков новых зданий, карты, дополнительные сценарии и новый редактор Все это больше смахивает на аддон, нежели на полноценный релиз Несмотря на это, у игры есть свой клан поклонников И они с большим удовольствием принимают все то новое, что разработчики им предлагают Если вы относите себя к таковым, не пропустите наши ответы на ваши вопросы по игре Первый вопрос Помогите, я никак не могу заселить синих воротничков Что я не делаю, они ничто не принимают Как мне быть? Отвечаем На них влияют множество факторов Не должно быть загрязнений, большого бизнеса и огромных автомагистралей А в некоторых сценариях эти воротнички могут вести себя так из-за уровня сложности Следующий вопрос Помогите, я только начинаю строить свой город и столкнулся с проблемой В одной части города живут одни, а в другой части города другие жители И они никак не могут добраться до самых дальних частей моего города на работу Как мне быть? Отвечаем В этой ситуации немного может помочь строительство отелей Следующий вопрос Как можно построить тоннель в этой игре? Отвечаем К сожалению, никак Мы тоже были бы рады такой возможности Следующий вопрос Я никак не могу пройти сценарий, где надо зарабатывать 40 тысяч на туристах в отелях Как мне заманить туристов? Отвечаем Способ первый Строите аэропорты и морские порты Второй вариант Строить отели не в городах, окруженных всякими плазами А как бы загородом Около простеньких дорог без каких-либо тротуаров Также надо следить за безопасностью, здоровьем и магазинами Чтобы туристы имели доступ к этим услугам Игры, сделанные по фильмам, часто явления в последнее время Те, кто часто смотрят нашу программу, могли заметить Что ни один маломальский кассовый фильм не обошел стороной и наши мониторы Но вот игры, сделанные по сериалам, можно пересчитать по пальцам Представителем такого специфического жанра является Alarm for Cobra 1.1 Crash Time Рассказывающая нам о нелегких буднях специального полицейского управления Где-то, судя по бесконечным автобанам, в Германии Сюжет игры бесхитростен и полностью повторяет телевизионную версию сериала Alarm for Cobra Главный герой – один из офицеров полицейского управления Motor Road Police Который борется с преступниками и убийцами на автомобильных трассах Германии Процесс обеспечения безопасности граждан проходит в достаточно своеобразной манере И сопровождается гонками на высочайшей скорости, зрелищными авариями, перелетом через мосты и железнодорожные переезды В игре более полусотни различных заданий, три уровня сложности и порядка сорока трасс По сравнению с предыдущими сериями игры, это большой шаг вперед Системные требования игры таковы Процессор с частотой 2,4 ГГц 512 МБ оперативной памяти 256 МБ видео И 4 ГБ на жестком диске Геймплей игры почти что безупречен Как уже было сказано, основное время мы проводим в погонях, подкрепленных трюками и авариями Единственное на что может пожаловаться искушенный геймер, так это на ограниченную свободу перемещения Тем не менее, играть интересно и наша оценка геймплея 5 баллов С графикой дела у Alarm for Cobra 11 несколько хуже Перед нами картинка образца года этак 2005 Все вроде как при ней, но чего-то не хватает То ли новомодных технологий, то ли пресловутой физики нового поколения, которое у всех на слуху Тем не менее, огромное количество авто на дорогах и наше собственное транспортное средство Выглядят и перемещаются достаточно реалистично И конечно же, визитная карточка игры Это дорожные аварии и система детализированного повреждения Наша оценка графического наполнения 4 балла Звуковой ряд игры выделяется только озвучкой За голоса героев отвечали профессиональные актеры И им в принципе с успехом удается передавать интонации главных героев телеверсии В остальном же ничего запоминающегося Машины гудят как сломанный утюг И спецэффекты хочется выключить через 10 минут игры Музыка также не добавляет драйва в экшен Наша оценка звукового сопровождения 3 балла В итоге перед нами крепко сбитая проходная игра Это конечно не Lada Racing Club Но и до слабы Need for Speed ей еще далеко Однако, если вы являетесь фанатом серии Отряд Кобра 11 Или же вы привыкли проводить вечер в погонях за бандитами Пусть и не отходя от монитора То Crash Time безусловно придется вам по душе Наша общая оценка игры 4 балла Это конечно не GTA и даже не драйвер Но тем, кому по душе безбашенные погони С огромным количеством трафика на дорогах Будут в восторге Добавьте сюда вполне приятную графику И уникальную модель повреждений И получите очень зрелищные гонки Впрочем, помимо всего этого В игре присутствует запутанный сюжет Разобраться в котором порой не так просто И сейчас мы, отвечая на ваши вопросы Дадим несколько советов по прохождению игры Первый вопрос Можно ли заставить машину вести себя более реалистично А то слишком уж аркадно выглядят покатушки Отвечаем Да, можно Для начала попробуйте изменить сложность игры Затем, покопавшись в настройках Отключите пресловутый АБС И выключите аркадные правила игры Но предупреждаем Общая беззаботность происходящего снизится до нуля А Crash Time не та игра Где хардкорное поведение машины Ставится на первое место Следующий вопрос У второй миссии первого эпизода Я сопровождаю два автомобиля Но на финише мне говорят Что миссия провалена Я слишком от них отстал или что? Отвечаем Эта миссия не на сопровождение И не на преследование Внимательнее следите за брифингами Цель данной миссии Проверка ваших водительских навыков Простыми словами Гонка И для успешного ее прохождения Вам необходимо примчаться на финиш Впереди планеты всей Следующий вопрос Когда я прохожу тот или иной эпизод Мне говорят Что разблокировано несколько трасс И стали доступны пять новых авто Где их можно выбирать? Отвечаем В режиме компании Такой возможности нет И каждая миссия Привязана к определенной модели автомобиля Поменять ее нельзя Однако В многопользовательском режиме Или в одиночных заездах Вы вольны в выборе железного коня Игра сообщает вам Именно об этом На сегодня это все Меня зовут Андрей Воробей И это был Фак И тот, кто нас не смотрит Тот нехороший человек Заходите в форум на сайте moosdefistv.ru Меня можно найти и там Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.moosdefistv.ru Мы обязательно все посмотрим И ответим на ваши письма Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok